Девушки отдыхают Сначала приканчивают одни, потом другие. Одновременно это никак не получится. Я хорошо их знаю. Слишком хорошо. Когда они что-то задумали, это страшно. Но когда идей нет, они изо всех сил начинают выдумывать, что бы такое совершить. И Бог знает, что выдумают. От них всего можно ожидать. Бывает, что, ввязавшись с бой, они еще не знают, за что бьются. Девушки приходят потом. Они вечно к лену уходящих в истин. А впрочем, не всегда. Так или иначе, события развиваются в определенном направлении. Не успеет кончиться одна заваруха, сразу начинается другая. Что они еще сделают? Что придумают? Так придумай. Придумай за них мотивации, если тебе кажется, что им их не достает. Мотивации не существуют. Но это не мешает людям быстро. Ни на что другое они не гордятся. А ты мне сулил роскошную жизнь. Так где же она? А я ради твоих прекрасных глаз рассталась с мужем. Боже, какая я была романтическая дура. Да ведь мой муж был сто раз лучше тебя, обольститель. Он со мной по-глупому не спорил. Да я же не нарочно. Ты несешь чепуху. Вот я и возражаю. Истина – это моя страсть. Да при чем здесь истина? Говорю тебе, разницы нет. Вот и вся истина. Улитка и черепаха – это одно и то же. Да нет же, это разные животные. Сам ты животное, дурак. А дурак слышу. Не оскорбляй меня, безумец, мерзавец, обольститель. Да ты хоть выслушай меня. А почему это я должна тебя слушать? Семнадцать лет уже тебя слушаю. Я уже семнадцать лет без мужа, без крыши на голову. Это тут ни при чем. А что при чем? То, о чем мы спорим. Да нет, не о чем тут спорить. Улитка и черепаха – это одно и то же. Нет, не одно и то же. Не одно. Да тебе любой скажет. Да кто любой? У черепахи есть панцирь? Отвечай. Ну? У улитки есть раковина? Ну? Разве черепаха, как и улитка, не медлительна? Разве она не покрыта слизью? Разве у нее не короткое туловище? Разве это не маленькая рептилия? Ну? Вот я и доказала. Разве не говорят со скоростью черепахи и со скоростью улитки? Да улитка, как и черепаха, не ползает? Не совсем так. Не совсем так что? Ты хочешь сказать, что улитка не ползает? Да нет, нет. Ну вот видишь, это то же самое, что черепаха. Да нет же. Упрямец, улитка, объясни почему. Да потому что. Черепаха носит свой домик на спине. Этот домик сидит на ней как влитой, потому он и называется черепаха. Слизняк. Слизняк тоже нечто вроде улитки. Это улитка, но без панцира. А черепаха улитка имеет ничего общего. Как видишь, ты не права. Ну, раз ты так силен в зоологии, объясни мне, почему я не права. Потому что... Объясни мне, в чем разница, если она вообще есть. Потому что разница... Нет, но если кое-что общее, не могу отрицать. Почему же ты тогда отрицаешь? Разница в том, в том, что... Нет, нет, ты не хочешь ее замечать. Ты никогда меня не слушаешь. Все, с меня достаточно. Ты ничего не хочешь объяснять, потому что не прав. Да тебе просто крыть нечем. Если бы ты спорил честно, ты бы так и сказал. Но ты не хочешь справедливого спора. Я никогда его не хотел. Боро, что за бред? Слизняк относится к классу? То есть улитка, а череп... черепаха! Нет, хватит. Ты лучше замолчи. Ну, а Боже, слышать этот бред. Я тебя слышать не могу. Ничего не хочу слышать. Мы никогда не договоримся. Девушка, слушай, а у черепахи есть трошки? Я не смотрела. У улитки есть. Не всегда, только когда она их показывает. А черепаха это улитка, которая не показывает трошки. Чем питается черепаха? Салатом и улитка тоже. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. И потом. И черепаху, и улитку едят. Ну, их же готовят по-разному. А друг друга они не едят. Волки тоже друг друга не едят, потому что они одного вида. В самом крайнем случае, это два подвида. Они все равно, это один вид. Один вид. Вид у тебя. Идиотский. Что ты говоришь? Я говорю, что мы с тобой принадлежим к разным видам. Заметил, наконец. Заметил ты я сразу, но слишком поздно. Нужно было раньше заметить. Наконец. Со первого дня было понятно, что надо друг друга не понять. Ну, так оставил бы меня с моим мужем в моей семье. А долгий бы он напомнил. Мой долг. Я выполняла его с радостью. Это было чудесно. Дернул тебя черт ко мне уходить. Ты меня дернул, обольстил. Семнадцать лет уже. Что я тогда понимала? От детей ушла. Правда, детей не было, но могли бы. Сколько бы захотелось, столько бы и было. У меня были бы сыновья. Я жила на подверг защиты семнадцать лет. Молодцы, семнадцать лет. Еще на семнадцать лет порогу хватит. Ну, ты же не хочешь признать очевидным. Во-первых, слезняк в своем доме просто не показан. Так что это улитка, а значит черепаха. Ага, вспомнил. Улитка это моллюск. Брюхоногий моллюск. Сам ты моллюск. Моллюск мягкий, как черепаха, как улитка. Никакой разницы. Если улитку напугать, она спрячется в свой дом, как черепаха тоже. Вот и получается, что это одно животное. Ладно, будь по-твоему. Сколько лет ругаемся из-за улитки и черепахи? Черепахи в улитке. Без разницы. Я тоже ушел от жены. Правда, мы тогда уже развелись. Но если бы я не женился, я бы не развелся. Никогда не знаешь, как лучше. Да, с тобой никогда не знаешь. Ты на все спасаешь. Где холодно? Где уровень тебе жалко? Непонимание. Вечное непонимание. Я открою окно. Ты хочешь меня заморозить? Ты меня погуешь. Зачем я тебя губить? Я вздохнуть хочу. Но ведь ты же говорил, что нужно смириться с духотой. Когда я такое говорил? Мог я такого сказать? Нет, мог. В прошлом году. Мележ был, знает что. Сам себе противоречишь. Я себе не противоречу. Просто тогда было другое время года. Когда тебе холодно, ты не даешь меня в год крылья. Вот твой главный недостаток. Когда тебе холодно, мне жарко. Когда мне жарко, тебе будет холодно. Когда одному холодно, другому обязательно жарко. Если одному полно, другому обязательно жалко Нет, когда одному жалко, другому обязательно полно Это потому, что ты не такой, как все Я не такой, как все Да, к несчастью, ты не такой, как все Нет, к счастью, я не такой, как все К несчастью К счастью, к счастью, я не такой, как все Я не похожа на всех этих баллам Эти баллам, с которыми ты их шаешь Надо же Я не человек без рода или без племени Мне приходилось бывать гостем принцесс, у которых были декольте, да пупа, прикрытые сверху корсажем. А то они и вовсе были на кишон. Меня посещали гениальные мысли. Я бы их записал, если бы меня попросили. Я мог бы стать поэтом. Не воображай, будто ты умнее других. Я тоже в это поверила, в минуту безумия. Нет, неправда. Я сделала вид, что поверила. Ты меня обольстил, вот и поверила. Но все равно ты кретин. Кретинка. Кретин, обольститель. Не смей оскорблять меня. Не называй меня обольстителем, бесстыдница. Это не оскорбление. Я просто вывожу тебя на чистую воду. Я тоже тебя выведу на чистую воду. Я сотру твою штукатурку. Мерзавец, обольстись. Замолчи. Он был гостью. Замолчи, я сказал. С доказательствами упали. Замолчи. Его посещали гениальные мысли. Закрой рот. Стало тише. Ты слышишь? Стало тише. Когда ничего не происходит, все происходит очень быстро. Полная тишина. Правда. Наверняка мне сейчас устроят шум. Сомневаться не приходится. Мне не умеют себя вести. Зачем все это? Чтобы прожить жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки. АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЕНА И ВЕРОНИКА Сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ХОЖ ideally не запашь его 보세요. Сюда пахнет запашь его информации к surviving. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, что пришли. Переходите на продвинулый курс актера. Спасибо. Все, вас выгоняем. Спасибо.